Всем привет! Я пока жду курьера, решила с вами поболтать, выпью стакан воды, как раз расскажу что-нибудь интересное. Сижу уже в легкой футболочке, потому что безумно жарко, несмотря на то, что кондиционер включен, у нас огромное количество отдыхающих, а я уже тоже хотела пойти на пляж, но, по прогнозу, всю неделю дождь с грозой. Пока светит солнышко, но вчера был просто какой-то конец света, безумно сверкало, громыхало, заливало огромные капли дождя, просто реально такой прям насыщенный дождь, я думаю, сейчас она затопит, но нет, все обошлось. Вот, а курьера я жду с посылкой Wildberries, когда я уже перестану заказать. Я, короче, там увидела всевозможные штучки типа ПП, там протеиновые коктейльчики, пасту, я вам все покажу. На самом деле, я затеяла этот заказ только из-за корма Glory, потому что говорила, что там сухой корм гораздо выгоднее покупать. Вот покажу вам. Еще у меня тут передо мной подарочки, я вам покажу. В общем, я проснулась, умылась, почитала немножечко, я подсела на книжки. Девчонки, это теперь я могу вот просто выпасть изо дня полностью и читать весь день. Настолько меня это поглотило. Причем я скачала себе приложение еще во время карантина, ну вот эти всякие электронные книжки и все. Мне так это нравится. И что очень круто, там же можно прочитать несколько глав, да, и понять, нравится тебе книжка, заходит или нет. И я вот так почитала уже несколько книжек, романы тоже почитываю, мне так нравится, слушайте, здорово. Конечно, круче, наверное, живые книжки, ну так скажем, живые, да, настоящие книги. Но я потом думаю, а куда их девать? Я вот прочту и все, я их не перечитываю, мне уже неинтересно. Я спрашивала, кстати, вас по поводу психологических книжек, вот эти вот популярные несы, что-то там философия пофигизма. И я решила, что такие книги читать не буду благодаря одной своей подписчице. Огромное ей спасибо, потому что я теперь согласна с ее точкой зрения. Смотрите, допустим, да, мы покупаем книжку для мотивации, думаем, сейчас мы прочтем, получим заряд энергии, да, там, путеводитель к действию, как по шагам идти. Но на самом деле эта книжка может нас как и замотивировать, так и наоборот вести в депрессию. То есть, к примеру, написано в книжке, что вы вот должны быть такие энергичные, общительные, много зарабатывать, ездить на крутой машине там и так далее, и так далее. И вот написано, допустим, да, типа ты должна зарабатывать в месяц 100 тысяч, иначе ты там не такой человек, вот надо к этому стремиться. Но если у тебя, допустим, нет такой возможности, у меня лично нет возможности зарабатывать 100 тысяч в месяц. Ну, вообще на ютубе можно, конечно, но я не из таких блогеров, у меня гораздо скромнее доходы. И вот, и что, после этого я должна решить то, что все, я никакой человек, и все, если я 100 тысяч в месяц не заработаю, жизнь кончена. То есть, вы понимаете, да, там есть определенная модель поведения, определенная модель жизни, благодаря которой определенный человек добился каких-то результатов. И вот он теперь пишет книжки, мы их распокупаем, и поэтому я решила, что психологические какие-то книжки я читать не буду. Потому что, на мой взгляд, действительно нет определенных каких-то правил, которым каждый человек должен следовать. Да, потому что мы все разные. Кто-то карьеристы, кто-то домашний, кто-то там обожает путешествовать, кто-то третий, какой-то четвертый вариант и так далее. А думать то, что я должна жить по этой книжке, ну, это как-то глупо. Поэтому сейчас читаю более классическую литературу, либо романчики, либо мотивашку к похудениям. Ладно, давайте я вам покажу свои подарочки, которые я уже активно тестирую. Это санкциозащитные средства. Первый продукт мне безумно нравится для ног. Я думаю, вы знаете, что есть такие средства, кремики, которые, если у вас светлые ноги, будет такая беленькая-беленькая, плохо ложится загар, то есть, как они правильно называются, то ли невидимые чулки, невидимые колготки. В общем, это вот это вот средство от Mixit. Здесь у нас SPF Factor 15, шиммерный лосьон для тела. Посмотрите, какого он цвета. За счет этого оттенка получаются ваши ноги красивого легкого загара. Это очень красиво. Также здесь у нас идет в составе золотистый шиммер. Но, знаете, очень-очень деликатный, за счет чего не кажется, что оба-на, блестками тут намазалась. Я вот оставила его. Сейчас перемешаю, потому что почему-то блестки у меня немного скомковались. Очень легкий лосьон, который не перегружает. Я обладательница жирной комбинированной кожи. И если я нанесу что-то плотное на себя, мне сразу же хочется смыть. Мне кажется, моя кожа не дышит. Черезчур она перегружена. Здесь все очень комфортно. Весь день могу проходить, тем более SPF фактор 15. Для тела я обязательно наношу на плечи, потому что, вы помните, да, я зимой удаляла родинки. И мне врач-онколог сказала, ни в коем случае не выходи на солнце без солнцезащиты. Потому что очень много родинок. Не дай бог они во что-то перерастут. Да вообще любому человеку нужно обязательно хорошее солнцезащитное средство. И у меня вот это вот лосьон со SPF фактором 30. Я вчера выходила прям в конкретную жару. Очень-очень жарила. Как вы видите, я не обгорела. Просто слегка стало такого эффекта загара. Очень понравилось. Вот так выглядит. Опять-таки, оно не перегружает мое тело. Нету эффекта того, что мне хочется помыться. Очень понравились вот эти два продукта. Здесь 15 SPF, а здесь 30. И еще у меня есть для лица. Да, здесь у нас уже SPF фактор 35. Я опять-таки повторюсь, что у меня жирная комбинированная кожа. Лицо быстро блестит. Я не могу для себя найти идеальное средство солнцезащитное для того, чтобы мне было безумно комфортно. Чтобы я вот нанесла, и мне казалось, что у меня лицо такое голенькое. Да, нету чего-то перегруженного. Этот крем я его чувствую. Вчера я вот вышла без косметики, просто его нанесла, вышла сразу же. И я чувствую, что у меня есть определенный слой на лице. Он прошел, наверное, только спустя час. И я постоянно сухой салфеткой промакивала лицо. Ну, во-первых, очень жарко. 33 градуса, да. Дождь прошел, все это испаряется. И, понятное дело, нам тоже очень становится жарко. Но могу сказать, что от этого крема у меня не появляются прыщики, закупорки, какие-то неприятности. Я надеюсь, что действительно защищает. Ну, смотрите, лицо не обгорело. Это огромный плюс, при том, что я прям вот с часу до двух лазила под открытым солнышком. Так что можете присмотреться к этому крему. Я буду дальше его использовать и, конечно же, вам еще расскажу. Ну и, конечно же, куда в наше время без антибактериальных средств. Хотя я за то, чтобы, если есть возможность, помыть руки так, как нас учили по телевизору, с мылом, под водой, между пальчиков, ладошки, пальчики, все как надо. Но, если такой возможности нет, то в сумочке у меня всегда есть либо спрей, либо гель, либо салфетки антибактериальные. Сейчас я вам покажу несколько вариантиков. Первый у меня вот в такой большой упаковке. Его я использую дома и обрабатываю им поверхность кухонного стола. Вообще он идет либо для обработки рук, либо для любых поверхностей. Это тоже бренд Mixit. Называется мультифункциональный спрей с антибактериальным эффектом. За что я его полюбила? За то, что он не обладает удушающим запахом. Вначале, конечно же, вы распылили. Пахнет конкретно спиртом. Он улетучивается в течение 50 секунд. И потом пахнет очень приятной какой-то парфюмерной отдушкой. Я смотрела, девушка покупала такой спрей вообще для того, чтобы в салоне красоты ручки обрабатывать мастерам. Мне понравился. Я буду теперь стол обрабатывать, потому что рядом с окном стоит пыль, грязь. Плюс Глория любит посидеть на столе, несмотря на то, что она кошечка домашняя. По полу побегала и на стол. Поэтому, прежде чем готовить, либо кушать, быстренько обработала. И замечательно. Мне понравился. Но таскать с собой, да, большая, слишком тарая, 400 мл. А вот для сумочки отличный вариант, это уже гель. Вот этим я активно пользуюсь всегда в моей сумочке. Он с пантенолом. За счет чего руки наоборот смягчаются. Я вот не любительница таких средств за то, что опять-таки эффект каких-то перчаток, липкость и так далее. Здесь нужно подержать этот гель. То есть нанесли, подождали минутку, он впитался. И наоборот, ручки мягкие, приятные и вкусненько пахнут. Так что могу вам посоветовать этот гель, если покупаете часто в миксе, закиньте в корзину. Либо возьмите себе классненький и маленький такой аккуратненький. И еще более маленькая версия, вот такая. Ну, мне почему-то вот эта понравилась для сумочки. На крем для рук, да, похоже. Это уже идет гель. И еще одна версия, это вот такой вот зелененький спрей. Его я крайне редко использую, потому что опять-таки для сумки он большеват. Будет ждать своего часа. Может быть, отдам брату в машину, потому что удобно, да, быстренько распылил. Тоже приятно пахнет. Но гели мне почему-то понравились чуточку больше. Тут кому что больше нравится. Так что у меня теперь вот такая вот тяжелая артиллерия против бактерий и вирусов. Ладно, уже пришло сообщение от курьера. Пойду встречать и покажу вам, что там на заказывала. А вот так спят сытые животики во дворе. Ну, вы посмотрите на эту прелесть. Так и хочется почесать ему пузико. Видите, куда-то бежит. Лапка дергается задняя. И какой он сладенький. Так бы его и съела. Классный. Ой, красавец такой прям вообще. Ну что, друзья, давайте я вам покажу свой заказ с сайта Валберес. Вообще, я хотела заказать такие ПП-продукты, да, потому что я уже что-то пробовала. Мне понравилось. Хотела дополнить свою коллекцию. Но что-то пошло не так. И на своем экране вы видите Чокопай. Ну, так всегда. Особенно в интернет-магазинах я закидываю, закидываю в корзину. Опа, она тут что-то интересное увидела в избранном. Ну и все, и понеслось. Здесь у меня два пакета. Один уже разобран. Его мне вчера привез курьер. И который вы видите на своем экране, мне сегодня вот прям только что привез там корм для Глории. Давайте раз уж вы видите Чокопай, начнем с него. Я любительница классического. Я пробовала с бананом, пробовала с шоколадом. Это не мое, мне не нравится. И тут у них появился вот такой в продаже с манго. Мы вчера уже всей семьей попробовали. И знаете, оценили. С манго есть какая-то такая кислинка. Кислинка с сладким классно сочетается. Мне нравится. А вот что мне лично безумно понравилось, это с вишней. Вот прям девочки очень-очень советуют. Такой вкусный. Вот с вишней я встречала уже в магазине Магнит Семейный. Вот единственное, я не знаю, сколько он там стоит. А тут 149. Еще у них в продаже есть с черной смородиной. Но я уж не стала много набирать. Думаю, этого мне хватит. Так, дальше идем с вами. Что касается ПП. Я взяла вот такую смесь для приготовления блинов. Смотрите, здесь 38% содержания белка. И если верить отзывам, то здесь у нас нету муки, которая отвечает за то, что мы с вами поправляемся. Так, сейчас открою, чтобы было лучше видно. Вот, вот так без этого номера вам будет лучше видно. Смотрите, здесь идет глютен пшеничный, кукурузный крахмал. Ну, вот, собственно говоря, вы сами видите, то есть нету содержания муки. За счет чего здесь у нас высокобелковая смесь, вроде как я прочитала. Надо еще раз освежить в памяти. Ну, смотрите, по рецепту смесь 400 грамм, то есть весь этот пакетик. И вода 800 миллилитров. По отзывам прям девочкам очень-очень нравится. Я и те, кто худеют, с утречка готовят такие блины и с удовольствием лопают. Не знаю, что, как, попробую, расскажу. Может быть, это будет ерунда. Я вообще считаю, что лучше приготовления нормальных блинов по вашему проверенному рецепту нет ничего. Но, когда ты пытаешься худеть в миллионный раз, то ищешь какие-то уже варианты, пробуешь. Так, дальше я вам покажу вот такую шоколадно-ореховую пасту. Я любительница нутелла. Я вообще люблю сладкое, что скрывать. До этого я покупала у них шоколадно-ореховую кокосовую пасту. Она мне очень понравилась. Как вы видите, здесь без содержания сахара. Собственно говоря, давайте состав я вам покажу. Опять-таки, девочки, которые сидят на ПП, они употребляют эту пасту и говорят, что в этом нет ничего плохого. Я же не суперспециалист, сказать вам не могу. Но по вкусу мне нравится. Классно. Вот знаете, если сравнить со стальными пастами, я покупала ореховые всякие. Господи, какие там только нет. Но для меня они все с какой-то химозиной. Здесь все супер. Если еще немножечко подплавить эту пасту в микроволновке, то вообще нереально вкуснятина нутеллка. Так, и опять-таки, я взяла себе вот такой вот протеиновый коктейль. Я вам рассказывала во влоге, что я их сейчас пью. Мне нравится, особенно вечером. Если не хочется есть, то я беру себе, делаю порцию коктейля. И на утро я вижу отвес. Не знаю, как он работает. У меня вот сейчас вот из новеньких вот такой баблгам. До этого я покупала ванильный у них. Мне понравился по вкусу. Нет такого, что вы им пьете какую-то химозину. Но приятный коктейль, который можно купить в любом кафе. Классный по вкусу. При этом еще помогает что-то там худеть. Потому что здесь есть пищевые волокна, которые очищают кишечник. Все дела, в общем. Так, фокусируйся. Хочу вам по составу показать. Вот, видите. Мне заходит хорошо. Нету никаких там пищевых расстройств. Все здорово. Поэтому я купила себе еще баблгам. И сегодня мне привезли вот такой вот клубничный. Буду тоже пробовать. По отзывам девчонки пишут то, что не отличается от чудо клубничного. А я его очень-очень люблю. Так что у меня теперь три коктейля. И Глории я заказала большой пакет корма. Смотрите, вот так вот он выглядит. Проплан для стерилизованных кошек. Это я взяла с лососем. Здесь у нас полтора килограмма и плюс 400 грамм в подарок. Поэтому я не устояла. По-моему, стоит 900 с чем-то рублей. Я вам подпишу все цены, чтобы вам было удобнее ориентироваться. В общем, девочки, вот такой вот у меня небольшой заказик. В этот раз получился с сайта Валберис. Надеюсь, вам было интересно. Может, присмотрели для себя какой-то новенький, интересный продукт. Ну что, показываю вам состояние моих рук и ног на данный момент. Все, конечно же, уже отросло. Это гелак 7D классическая версия, которая называется Decadence. Очень мне нравится оттенок. Прямо, вы знаете, в плане педикюра это то, что мне нравится. То, что приносит удовольствие. Прямо смотрю и класс. Уже надо, конечно, уже все подпилить, сделать. Сейчас красоту наведем. И думаю, будет классненько. Давайте приступать. Ужасно, неудобно, конечно, снимать педикюр. Но сейчас попробуем. Так, вначале я хочу немножечко убрать длину пилочкой. А потом уже начнем замачивать. Ну, это, понятное дело, не финал. Еще будем работать над длиной, над формой. Я люблю квадратные. Сейчас давайте пока снимем покрытие. Будет понятнее. Буду с помощью средства от CND. Мое любимое. И на ножки я предпочитаю фольгу. На руки я люблю с колпачками. На ноги классно. На руки, кстати, тоже. Мне кажется, лучше работает, чем колпачки. Музыка Музыка Ну, смотрите, я ножку обработала. В принципе, все хорошо. Единственное, меня напрягает то, что после фольги с жидкостью у меня вот здесь покраснело. Раньше такого не было. Видимо, я передержала. Тут параллельно смотрю, что было дальше. Это так интересно. Ну, и вот. Надеюсь, все пройдет. Но уже как-то светлеет. Сейчас доделаю вторую ножку и начнем с вами уже покрывать лаком. Пока я разбиралась со второй ногой, вроде бы краснота проходит и уже все нормально. Как я уже вам говорила, буду красить вот таким вот ярким лаком. Вот так он называется. Единственное, что здесь, насколько я помню, не очень удобная кисточка. Видите, вот такая вот тоненькая. Я люблю, когда лопатка. У меня пальчики большие. И еще вчера я купила вот такую быструю сушку. Фикс прайс. Посмотрим, как она работает. В качестве базы буду наносить вот такой вот лак от Эль Коразон. Это железная твердость. Ну, и вначале мы с вами обработаем, обезжирим ноготки обычным средством для снятия лака. Понеслась. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, какой кайф. Мне очень нравится. Я прям в восторге. Я подумать не могла, что такой педикюр мне будет нравиться. Но, девочки, это кайф. Сейчас еще руки переделаю. И будет вообще красота. На лето то, что нужно. Уже хочется приобрести насыщенный такой же неоновый, оранжевый и розовый. Летом будет просто пушка. Надо, наверное, гей-лак такой приобрести. Посмотрим, быстро надоест или нет. Но сейчас, смотрю, это впечатление вау. Вау, согласитесь, очень красиво. Покажу вам лак. Вот так вот он выглядит. Вдруг вы захотите именно его. Я его не встречала в интернет-магазине, но мало ли. Вот так выглядит. И номер вот, ле26. Так что вот такой лак пошла переделывать ручки. Потом вам покажу. А вот и маникюрчик вам показываю. Мне безумно нравится цвет. Очень красивый, летний, такой яркий. Даже мои дома заценили. Говорят, прикольный. Но, знаете, либо сушка дурацкая, либо сам лак, потому что он очень долго сох. У меня куча вмятин, пузырьков. Но смотрится огонь. Кстати, кто пользуется люксио, напишите, где его купить. Пожалуйста. Давайте вместе приготовим коктейль. Это и будет сегодня моим ужином. И не терпится попробовать вкус бабл гам. Как написано на банке, нам нужно с вами 200 мл молока. 3 ложечки, которые уже здесь есть. Вот этой вот смеси. Все это взбить. Можно в шейкере, можно ложечкой. Я люблю вот в таком вот миксере. Знаете, тогда пенка получается густая и прикольная. Давайте нальем молочком. Вот так выглядит эта смесь. И вон ложечка. Вижу уже ее. Надо откопать. Музыка. 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 Давайте пробовать. Мне уже не терпится. Вкусно или нет бабл гам? Вкусно. Знаете, вот реально ничем не отличается от коктейлей. Не химозно, а прям вкусно-вкусно. Я вас не убеждаю к покупке. Просто делюсь с вами, что интересненького я себе покупаю. Так что вот такой сегодня у меня получился влог. Надеюсь, он вам понравился. Отличного вам настроения. Будьте самыми здоровыми и счастливыми. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока. А я пойду допивать свой коктейль. Субтитры сделал DimaTorzok